всем привет друзья сегодня у нас такой чудесный день на улице и потеплело и солнце светит посмотрите какая красота птицы опять поют вот я сегодня хочу с вами прогуляться немного но для тех кто любит побывать также у меня в гостях я показываю вам свою квартиру ну знаете практически здесь ничего не изменилось все у меня тоже самое все точно так же как и было вот так все простенько очень вот единственное что я пущу себе телевизор малюсенький это друг моих мне установил вот малюсенький телевизор смотрим ну и вот вот так вот я и живу больше никаких особенных перемен или каких-то особенных здесь переделок не наблюдается кухня моя знаете даже в общем то такой в ней раскардаш что и показывать то вам ее я не буду ну вот говорю не буду и тут же показываю да я показываю свой вот этот вот пол который я сама здесь себе клеточками установила наклеила и у меня спрашивают как у вас этот пол отклеились края обломались или нет но вот немножко видите поотклеивали здесь края конечно но ничего в общем то не обломалась все как есть как было так и есть я довольно не помню когда я его устанавливала но это можно найти видео и посмотреть а вот что касается клеенки на столе не клеенки а вот такой вот пленки помните я вам показывала да то она у меня по краям уже вся и стерлась вся здесь вот видите вот так она выглядит почему-то по краям не знаю ну и я наклеила новую на нее еще пленку но думаю что это пустая трата денег наверное надо придумывать что-то другое потому что вот это вот пленка сейчас покажу вам вот так вот она выглядит тоже видите упаковочка 5 штучек вот таких вот двадцать шесть на двадцать один сантиметр видите вот таких 5 штучек стоит 6 фунтов но дорого вот я немного купила наклеила сколько я купила уже даже не помню три упаковки что ли ну дешевле знаете купить даже обычную плитку наверное она будет дольше служить но не знаю просто получается что делаю я это не потому что мне так нравится а потому что у меня нет других возможностей то есть надо заказывать чтобы кто-то сделал я даже согласна заплатить деньги но это так сложно найти человека который вам бы все это сделал как у нас называется муж на час или кто а здесь называется хэнди мэн ну вот очень сложно вот посмотрите какая красивая новая листва здесь у меня на дереве кто-то спрашивает опять же что у вас с голубями расскажите как у вас голуби здесь улетели не улетели вы знаете их было две пары наверное родители и вот детки еще ну и кто-то какая-то пара улетела на совсем а вот вторая пара уж не знаю родители или дети они все время здесь и мне даже кажется что они уже вот здесь вот между вот этими вот ветками что-то там такое пытаются себе какое-то гнездо но я даже не знаю по моему голуби ведь гнезда не строят друзья да колокольчики очень красивые и вот это тоже из леса букет мой это не знаю как называется симпатично мне нравится зеленые цветочки а это черемша вот так у нас светит очень много таких цветов я почему-то только один взорвала это моя спальня прям вы знаете вот ну нечего 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 показывать единственное может быть что что я кровать переставила кстати вот видите она у меня стояла там к самой стенке приставлена но решила я ее поставить как положено здесь посредине комнаты вот немножко и я перенесла вот этот шкаф но вернее мне мой друг помог потому что перес переносить его очень сложно его надо полностью разбирать он очень высокий не проходит здесь мне по высоте двери и и поэтому приходится его разбирать полностью потом опять собирать полностью целое дело скажем так поэтому ну вот мы с ним как-то провозились целый день разбирая и собирая этот шкаф в конце концов перестановка произошла но опять же с одной стороны у меня теперь получилось тумбочка есть прикроватная видите а здесь с этой стороны прикроватной тумбочки никак не поставить вот она здесь у меня приютилась потому что дверь тогда не открыть хотя кто-то мне говорит зачем вам две створки открывать вполне возможно что вам достаточно будет одну открывать створку на шкафу а здесь поставить вот эту прикроватную тумбочку эту створку просто не открывать но не знаю буду думать опять же буду думать а это еще подарок от моего друга из японии я вам говорила помните что он у меня бывал в японии много раз вот это тут специально как он мне сказал по-японски здесь написали что это для меня подарок вот кто умеет читать по-японски может быть переведет может быть и не то написано но мне сказали что здесь написано для меня от него вот так вот так классные японские иероглифы ну вот такой такой подарок симпатичный симпатичный не забудьте подписаться на канал друзья поставить лайк и смотрим дальше всем привет привет народ снова я сегодня гуляю с вами в лесу и сегодня у нас вторник 30 апреля 2024 года специально говорю вам дату чтобы вы понимали что это у меня видео совершенно новое слышите птицы поют да то есть живой звук у меня здесь для вас слушаю я уже давно тут психолога зовут его сать я дас но вообще он по моему сергей кузнецов а это у него другое имя он тоже занимался по моему буддизмом и какими-то там восточными религиями но дело не в этом в том что вот он проводит свои психологические занятия с таким юмором и так у него все по теме и так как-то сразу все понятно самое главное что вот он все говорит в точку понимаете я сегодня хочу поговорить именно об отношениях мужчины и женщины но не даже не то чтобы об отношениях а о том как все-таки найти себе мужчину и может быть кому-то если кому-то эта тема не нравится не подходит друзья то и не смотрите мое видео я знаю что много очень людей частности женщин на моем канале которые и меня просят и письма мне пишут в личку пожалуйста помогите найти мужчину я довольно долго вела эту рубрику на своем канале и у меня там много видео называется сайты знакомств как познакомиться с мужчиной но получалось так что я была сапожник без сапог так то есть я не то чтобы там вас пыталась чему-то научить а я просто вместе с вами как говорится взявшись за руку здесь бродила одинокой гармонию и делилась своими удачными или неудачными экспериментами по поводу поиска мужчин эксперименты чаще всего у меня были неудачные но я не теряла надежды продолжала встречаться продолжала переписываться все это конечно же сейчас в нашем возрасте только по сайтам знакомств можно найти ну по крайней мере я уже точно так думаю я так точно знаю так вот я находила каких-то мужчин завязывалась переписка потом мы с ними встречались потому что с глазу на глаз сразу все понятно можно знаете годами переписываться и в конце концов встретиться и понять что вы вообще совершенно это герой не вашего романа да ну вот и зачем вам столько времени тратить поэтому я как-то сразу предлагала встречу ну или мужчина предлагал встречу вот так вот и получалось все эти встречи я вам показывала самое то интересное то друзья что многие тут мне говорили что я такая разборчивая переборчивая но там действительно чаще всего мужчины были но настолько не то скажем так у одного что-то одно нет ни то другого сразу масса каких-то отрицательных качеств кто-то вообще хочет переехать и ищет женщину для того чтобы переехать к ней с домом и с хорошим достатком это тоже очень часто бывает такое и тут знаете как говорится сразу было ясно с первых пяти минут общение что это не мой человек но тем не менее я даже наверное вы знаете так вот сказать по правде я иногда даже продолжала вот эту вот нашу встречу там где-то в кафе или в пабе просто для того чтобы потом вам об рассказать вот и поэтому я вам рассказывала и показывала но я понимала что с этими мужчинами ничего хорошего у меня уже не будет некоторые мне там знаете говорили что ой берите конечно замечательный мужчина но нет было все не мою ну и вот я оказалась права понимаете что я не тратила время зря а шла все дальше 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 и опять же не теряла надежду и в конце концов я нашла интересного мужчину и самое то интересное знаете что сказать что мы как-то с ним сразу даже в переписке вот почувствовали друг друга ну и что еще хочу я сказать вот нашла я очень хорошего мужчину чудесного мы прекрасно проводим время вместе мы постоянно ездим куда-то отдыхать мы общаемся мы вместе ходим в красивые какие-то места ну в общем очень очень мы классно проводим время вот кто-то если даже скажет ну а почему вы замуж не выходите а что у вас там вот он не хочет вас замуж брать я уже объясняла немножко да об этом замуж не напасть как говорится вот посмотрим как дальше наши отношения будут развиваться я замуж не тороплюсь обычно молоденькие девушки замуж хотят выйти чтобы быть невестой как же платье невесты белая красивая венок кольца все это так здорово все это было у меня вот поэтому что еще я могу почерпнуть из замужества ну конечно скажет кто-то что вы перейдете с на совсем другой уровень отношений да это так это абсолютно верно но я хочу сказать что как бы ни сложилось дальше наше с ним совместное вот такое вот времяпрепровождение выльется ли это во что-то серьезное или это потихоньку потихоньку потухнет и загаснет перейдет на нет никто не знает никто знаете не может предугадать ну во первых все в наших руках это так я думаю а во вторых скажу я вам вот для меня например даже то что этот человек появился в моей жизни чувствую себя счастливой нужной самодостаточной я чувствую мужчину рядом с собой его восторженный взгляд и это знаете поднимает мое настроение и поэтому я благодарна судьбе за то что она вот за то что судьба меня свела вот с этим вот прекрасным человеком как дальше получится мы посмотрим а торопить ничего я не собираюсь и вот еще раз говорю что я благодарна даже за те дни короткие мгновения может быть даже которые случились в моей жизни неожиданно таком возрасте у меня третья молодость надеюсь что вы правильно меня поняли очень надеюсь что вы меня услышали друзья мои не забудьте подписаться друзья все кто еще не подписался на мой канал хочу повторить еще раз мой стрим очередной состоится 2 мая 16 часов по московскому времени или в 14 часов по лондонскому времени всех друзья жду приходите друзья